Ну, хотелось бы такую рельефную, красивую верхнюю губу, но не очень, не очень. Очень объемную. Спокойненько. Да, 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 она в два раза, я бы вам сказала, больше, чем нижняя, вот, в любом случае с верхней мы тоже будем работать, потому что, смотрите, у нас идет, вот, здесь вообще съеденные заваленные губы в латеральных участках, губы у нас не сильно, рот широкий, да, здесь ситуация, здесь у нас, вот, съеденные уголочки, да, морщинами марионетки и так далее, то есть мы будем работать с этой областью, безусловно, и в окончании ставить уголки. И, смотрите, когда я вот так расправляю, что у меня образуется, где с этой стороны, да, виднее, смотрите, пигментация, безусловно, которая у нас образовывалась годами, да, теми, которыми у нас образовывались морщины марионетки, соответственно, где с пигментацией? Мы распрямляем, выравниваем, но время, безусловно, даем несколько месяцев на устранение в такой вот явной визуализации пигментации в этих заломах. С правой стороны это более выражено, чем с левой, поэтому мы будем работать. Безусловно, мы будем выворачивать верхнюю губу, уже слабьтесь, ну и золотой, вы не даете мне ротик ваш открыть, а без этого я вам губу никак не сделаю, честно-честно. Вот, смотрите, ее там много, ее много, высота губы достаточно такая порядочная, вот, я ее выворачиваю, ее достаточно. То, что касается нижней губы, она действительно сама по себе гораздо тоньше практически в два раза, чем верхняя. И здесь мы, безусловно, будем давать объем, но по мере возможности. На первом этапе процедуры, еще раз озвучиваю, вторым этапом, через пару-тройку недель, мы можем еще добавить объем уже только, например, в нижнюю губу, потому что верхнюю мы запилы. В этом сеансе откорректируем, почему? Потому что здесь, смотрите, вот я выворачиваю, а вот здесь идет уже прям граница сухой и влажной слизистой. Там губы-то нижние, всего ничего, полсантиметра, литой ее, полсантиметра максимума. Вот, просто за первый этап, да, во время первого этапа, большое количество препаратов физически у меня равномерно не распределится. Препарат у меня тоже, опять-таки, может полезть и на кожаную часть губы, и в подслезистый слой начать мигрировать, а оттуда уже куда угодно. Поэтому мы будем действовать поэтапно. Спешка при ловле блох у нас нужна. Мы блох ловить не будем, мы будем все делать аккуратно, вот так, как положено. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!